Привет, меня зовут Юля, и я врач-детский эндокринолог. Сегодня я расскажу вам об одной из интерсекс-вариаций. Между 6 и 9 неделей у эмбрионов формируются половые железы. От того, какой набор хромосом у эмбриона, зависит, какие половые железы сформируются. Но следует отметить, что ни XX, ни XY не гарантируют типично женского или типично мужского строения. До 10 недели эмбрион имеет как бы признаки обоих полов. Мюллеровы протоки и Вольфовы протоки. А вот какие протоки останутся, зависит от генетического пола. Если у эмбриона 2XX хромосомы, то одна должна навсегда отключиться, чтобы не было две копии генов. Если у эмбриона XY хромосомы, то на первое место выступает работа SRY гена. Этот ген необходим для того, чтобы внутриутробно образовались яички, которые начнут выделять тестостерон. Но бывает такое, что из-за дефекта рецептора или из-за нарушения восприятия сигнала тестостерон выделяется, но клетки его не ощущают. Такое происходит при нечувствительности к андрогенам. Если эмбрион имеет кариотип 46XY, то у него есть SRY ген, а значит, внутриутробно образуются яички. Яички начинают выделять тестостерон, но клетки его не воспринимают. Таким образом происходит развитие гениталий по типично женскому типу. При этом может быть яичко, опущенное или не опущенное, а также короткое влагалище без шейки матки. В некоторых случаях влагалище может полностью отсутствовать. В подростковый период гипофиз начинает вырабатывать гормоны, которые стимулируют яички. Яички начинают вырабатывать тестостерон, который при нечувствительности к андрогенам ароматизируется в эстрогены. Из-за этого начинается рост молочных желез, а так как оволосение зависит от количества тестостерона, оволосение при нечувствительности к андрогенам скудное или полностью отсутствует. Таким образом мы описали полную форму нечувствительности к андрогенам. Есть также неполная форма, при которой могут наблюдаться различные строения гениталий, которые не соответствуют типичным представлениям о мужских и женских гениталиях. Когда диагноз устанавливается в младенчестве, врачи часто предлагают удалить яички, обосновывая это тем, что есть риск малигнизации, озлокачествления яичек. Однако в настоящее время нет убедительных данных о том, что возможно развитие раковых опухолей до полового созревания. В настоящее время рекомендуется не проводить никаких операций до того момента, пока ребенок сам не решит, необходимо ли ему это оперативное вмешательство. Кроме того, при решении вопроса о проведении операции необходимо изучить опыт интерсекс-людей с данной вариацией. А также врачам и родителям не рекомендуется скрывать состояние здоровья от своего ребенка. Это было коротенькое видео про одну из интерсекс-вариаций. До новых встреч!